Hello World! С вами Димка Реакнативный и тема сегодняшнего урока ReduxFunk. ReduxFunk это middleware, которая позволяет нам создавать асинхронные запросы, асинхронные действия, асинхронные экшены. Потому что сам по себе JavaScript у нас синхронный и для того, чтобы мы могли делать асинхронные запросы, необходимо использовать эту middleware, которая интегрируется в наш Redux. Ну что, пристегивайте ремни и поехали! Так, в прошлом уроке мы ее подключили здесь, в нашу константу Store ReduxFunk. Установили ее, эту зависимость, при помощи yarn-add ReduxFunk. Все, она у нас подключена, в принципе, можно ее использовать. Так что, тут ничего сложного нет, никакой магии, все просто и элементарно. Так, для того, чтобы нам выполнить наш запрос к базе, мы создадим наши экшены. Помните, вспоминаем нашу картинку, что начинается все с экшена, вся наша движуха. Это у нас будет MoveFetch. И в случае ошибки мы будем вызывать экшен MoveFailed. MovesFailed. Failed. 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 В общем, меня поняли. Так, импортируем наши типы в наш экшен Index.js и создаем функцию, которая у нас называется GetMoves. Здесь мы будем асинхронно получать наши фильмы. Ставим мы передаем, в эту функцию будем передавать наш текст из инпута. Дальше мы создаем этот синтестический сахар, асинктуой на промисы. И на вход Dispatch. Соответственно, создаем функцию успеха, он Success мы ее назовем. Куда мы будем передавать Success. И диспатчем наш тип MoveFetch с payloadом Success. Ну и разумеется, возвращаем ее Success. В противном случае мы будем вызывать функцию onError, куда будем передавать Error. Соответственно, диспатчем мы тип MoveFailed. И Error у нас будет в качестве аргумента. Далее мы создаем константу в tryCatch. TryCatch нам позволяет ловить ошибки. Все, что в try, значит успешно. Все, что если с ошибкой произошел запрос, то будет у нас отрабатываться catch. Вот этот адрес уже мы его указывали ранее из опишки. И в конце, в качестве аргумента, мы будем передавать текст из нашего input. Дальше нам возвращается, делаем запрос. Fetch – это ванильная функция, которая на вход принимает url и метод у нас get. То есть получить. Дальше создаем константу awaitResponseJson. То, что нам придет, нужно переварить в удобно читаемый вид в JSON-формат. И мы возвращаем функцию success. Передаем туда onSuccess и передаем туда success нашу константу аргумент. Дальше. В случае ошибки нам нужно будет вернуть функцию onError. Вызовем мы функцию onError и передадим туда аргумент error. Далее мы за константу ложим, посмотрим, что нам приходит в success, чтобы понятно было. Теперь мы переходим в редюсер и создаем, обрабатываем наш action. Копируем наши типы, будем их использовать. Это же наш фильтр. Соответственно, если нам приходит сюда action.move.fetched, то мы, соответственно, возвращаем наш state и дату. Дата по умолчанию у нас будет массив. И в action.payload мы как раз сложили в success наш массивчик. Дальше создаем следующий случай, следующий кейс move.failet, где будем возвращать state. Ну, по-хорошему здесь нужно возвращать, обрабатывать ошибку. Но это тема уже другого урока. Следующее. Мы переходим в наш компонент home screen. И теперь нам нужно импортировать из action нашу функцию getMove. Также подключить ее в connect, чтобы она была доступна по thisprops getMove. Сюда, соответственно, мы в нее передаем наш текст. Все сохраняем. Вот она у нас, смотрите, появилась. GetMove. Отлично. Теперь мы что-то пишем. Все, смотрите. Саксес нам уже приходит. Мы сделали консулок. Вот он. Прилетел наш Брюс Уэйн. Видите? На крыльях ночи. Наш Бэтмен. Все, фильмы прилетают. Очень все хорошо работает. Прекрасно. Теперь нам нужно в story, из story, соответственно, подключить нашу дату. Для этого мы из story, как вы помните, мы создали дату, куда мы положили наш success, на section payload. Соответственно, обращаемся к нему. State.move.data. И вот они, у нас пропсики прилетели в наш компонент. Все, осталось их подключить. Вот наш Брюс Уэйн пришел. Мы до этого подключали из стейта. Соответственно, удаляем дату из стейта и подключаем ее из this props. Дату. Консулок убираем, а то слишком много у нас их. Теперь. Опа. Ошибка свалилась. Где-то null прилетает у нас с базы данных. Нет картинки. Что для этого нужно сделать? Нам нужно обработать эту ошибку. То есть, если прилетает null, нужно какую-то картинку туда сложить. Для этого переходим в наш компонент. Image. Cart. И создаем через тернарник условия. То есть, мы можем скопировать картиночку у меня. Сейчас мы в начале создаем. Если image равно null, то мы должны сделать следующее. Мы должны показать ему дефолтную картинку. Что-то типа картинки нет у нас. Само изображение можете взять где угодно, но можете скопировать у меня. Я в Яндексе нагугливаю. И, соответственно, вот эта картинка. Дальше. В противном случае мы будем, соответственно, давать ту картинку, которая пришла с базы. Сохраняем. Смотрим, что у нас есть. Так. Набираем наш Batman. Ну, все. Смотрите. Уже все работает. Вот он и Batman прилетел. Класс. Заходим. Смотрим. Наш красавчик с крыльями. Все его фильмы. С этой опишки. Все. Все работает. На прошлых уроках мы постарались. Верстка нам заморачиваться уже не надо. Все работает. Убираем лишнее все. Из тех уроков, где мы изучали передачу состояния от родителя. От ребенка к родителю. Все. Убираем все лишнее. Дата нам здесь не нужна в стете. Урл нам не нужен. Все выровняли. Все работает. Мы молодцы. На этом все. Отправляйте свои монеты. Не забывайте меня поддерживать. Задавайте вопросы. Ставьте лайки. Делитесь с друзьями. Подписывайтесь на канал. И вкладывайтесь в Open Source. До скорой встречи. С вами был Димка. React. Нативный. Продолжение следует.